8.00 в столице Казахстана. Время новостей на канале Хабар 24. С вами Арстан Балтин. Здравствуйте. Коротко о главном сегодня. Новое постановление главного санитарного врача. Казахстан признал паспорта вакцинации еще нескольких стран. Казахстанские переработчики Шкур боятся остаться без сырья. Что может спасти ситуацию? Против канцлера Австрии начато расследование. В чем обвиняют Себастьяна Курца? Об этом не только. Прямо сейчас. Всемирная организация здравоохранения одобрила применение первой в истории вакцины против малярии. Препарат позволит спасать ежегодно десятки тысяч детей. Сообщается, что она стимулирует иммунную систему ребенка для борьбы с самым смертоносным из возбудителей малярии и наиболее распространенным в Африке. В ходе пилотного применения в Гане, Кении и Малави более 800 тысяч детей получили прививку. Ежегодно в мире регистрируют 200 миллионов случаев инфицирования малярией. Погибают 400 тысяч человек. Из них больше половины это дети в Африке в возрасте до 5 лет. По нашим оценкам, польза от вакцины оправдывает потраченные на ее производство средства. На разработку ушло больше 30 лет и теперь она изменит курс развития истории здравоохранения. Впереди еще долгий путь, но мы сделали огромный шаг вперед. Тем временем Казахстан признал паспорта вакцинации еще нескольких стран. Соответствующее постановление подписал главный государственный санврач Ерлан Киасов. Действительными на территории нашей республики теперь считаются сертификаты вакцинации граждан, в частности Аргентины, Ирана, Сан-Марино, Белоруссии и Эстонии. Последний раз список обновлялся в начале сентября. Тогда в него входили лишь семь государств. Это было Венгрия, Таиланд, Монголия, Грузия, Кыргызстан, Молдова и Турция. Остаться без рабочего материала боятся переработчики шкур из Аркалыка в Кустанайской области. Связывают это с отменой защитной пошлины на экспорт сырья. Заводы из соседних стран вместо выделанной кожи стали отдавать предпочтение необработанным шкурам. Их вывозят из Казахстана. Предприятие в моногороде пока работает без перебоев, но его руководство просит предотвратить дефицит сырья, который, к слову, может наступить уже после коронакризиса. Репортаж Натальи Струковой. Этот пункт приема шкур работает в Аркалыке четвертый месяц. Сотрудничает с единственным на севере страны заводом-переработчиком. Сюда отправляют кожаное сырье после первичной обработки. Почти 30 тонн мы уже сбыли. Все больше в регионах, в совхозах люди узнают. Сама Гельдинского района, с Дженгельдинского района, в городе мясники и частные лица. Все уже узнают и все привозят. Даже до того, что мы работаем сейчас практически без выходных. Олжас Шакин из Дженгельдинского района. У него своя ферма. Мясо поставляет в Аркалык. Теперь сюда же привозят и шкуры. За то, что раньше приходилось выбрасывать, стал получать деньги. До этого шкуры просто выкидывали или сжигали. Экологии вред наносили. По всей округе зловоние разносилось. Сейчас этого не будет. У нас получается безотходное производство. Завод, на который в конечном итоге поступают все шкуры, в месяц может производить по 48 тысяч квадратных метров кожи. До коронакризиса ее поставляли в Италию, Испанию и Турцию. Эти рынки потеряли. Сейчас сотрудничают со странами СНГ. Потребление кожи очень большое. На сегодняшний день это два завода в Украине, порядка 5-6 предприятий в России и очень большой контракт у нас сейчас с Узбекистаном. Завод из Моногорода боится потерять партнеров и рабочий материал. Связывают это с отменой защитной пошлины на вывоз сырья. Ее почему-то до конца года отменили. И вот, допустим, тот же Узбекистан у меня покупает кожу. А теперь они начинают вывозить от нас сырье. Сейчас китайские вот эти дорогами вопрос решится с пандемией. Мы останемся без сырья. Обготовим письмо правительство, чтобы эту пошлину все-таки до конца года и больше ее не продлили. Ввели ее заново. В Министерстве сельского хозяйства от комментариев на камеру отказались. Дали письменный ответ. Вопрос о возвращении защитной пошлины на вывоз сырья решится только после комплексного обсуждения с участием профильных ведомств и предпринимателей. А пока в стране объемы предложения кожевиного сырья значительно превышают переработку и реализацию. Наталья Строкова, Еремек Мухамедьяров, Кустанайская область, Хабар-24. Строкова, Кустанайская область, Хабар-24. Наталья Строкова, Кустанайская область, Хабар-24. Новый рекорд южнокорейского рынка жилья. Средняя цена квартиры в Сеуле превысила 1 миллион долларов. Страна утренней свежести занимает третье место в мире по стоимости недвижимости после Гонконга и Сингапура. Меры южнокорейского правительства по сдерживанию цен пока не принесли особого результата. В проблеме разбирался наш СОПКОР Владислав Цой. Цены на недвижимость в Сеуле за последние пять лет выросли вдвое. Тех, кто имеет квартиру в столице, смело можно называть миллионерами. Например, дом площадью 100 квадратных метров в центральном районе Сеула Ичон-Донг стоит от 2 до 3 миллионов евро. Местные жители сравнивают покупку жилья в Сеуле с лотереей. Шансы небольшие, поэтому десятки тысяч сеульцев арендуют квартиры. По системе Чон-Се арендатор дает хозяину недвижимости от 50 до 70% от ее стоимости. Владелец ложит эти деньги на депозит в банке и получает проценты. А арендатор живет бесплатно и через два года полностью возвращает себе весь залог. По такой системе снимает квартиру 53-летний Ким Йон Сон с супругой. Он госслужащий, поэтому 70% залога ему предоставило государство. Что ждет молодежь? Им накопить на квартиру стоимостью миллион долларов, получая зарплату, невозможно. Правительство должно разработать политику, чтобы молодые смогли купить жилье. Ведь из-за невозможности купить жилье они не заводят детей. А снижение рождаемости – это серьезная проблема. Так как жилье в Сеуле молодым не по карману, многие из них покупают квартиру в столичной провинции Кенги. Казахстанка Динара Кошхарбаева 10 лет арендовала квартиру с супругом и двумя детьми на окраине столицы. Месяц назад ее семье удалось купить жилье в городе Янджу в 50 километрах от Сеула. Дом площадью около 100 квадратных метров обошелся примерно в 250 тысяч долларов. Так как доходов Динары и ее супруга было недостаточно для ипотеки, кредит оформили на родственницу семьи, которая работает на госслужбе. Долг придется отдавать в течение 20 лет. На выплату ипотеки уйдет около 1000 долларов в месяц. На продукты и другие расходы – еще 1000 долларов. На учебу детей и кружки – 400-500 долларов. И на хомуслуге где-то 500-600. По мнению экспертов, на кризис недвижимости повлияли спекуляции. Однако повышение налогов для владельцев нескольких квартир не остановило рост цен. В этом году также выявлены факты коррупции среди сотрудников Национальной жилищной ассоциации. Они выкупили участки, зная, что там будут построены новые дома. Сейчас в правительстве готовят новые меры для решения жилищной проблемы. Сейчас для сдерживания цен на недвижимость правительство вводит поправки в законодательство, касающиеся кредитов на недвижимость. Когда будут отрегулированы процентные ставки и кредитование, это позволит стабилизировать риски агентств недвижимости. Такая программа начнется в ноябре. Решение жилищной проблемы – это одно из обещаний президента Мунжиина. Но, похоже, выполнить его он не успеет. До избрания нового главы государства осталось всего полгода. Владислав Цой, Ольга Лян, Хабар24, Южная Корея. Хакеры взломали серверы стриминговой платформы Twitch, на которой транслируются компьютерные игры. В интернете опубликовали больше 100 гигабайтов файлов с исходным кодом. Кроме того, в общем доступе оказались и размеры гонораров топовых пользователей. По заявлению взломщиков, таким образом они хотят увеличить конкуренцию в области видеостриминга и могут создать аналог популярного сервиса. Хакеры отметили, что эта утечка содержит не все украденные данные, но не уточнили, будут ли опубликованы остальные. Смотрите далее в нашем выпуске. Против канцлера Австрии начато расследование. В чем обвиняют Себастьяна Курца? Авария со школьным автобусом в Павлодаре и задержание наркозбытчика после нескольких месяцев слежки в Североказахстанской области. Расскажем о последних чрезвычайных происшествиях в стране. Деньги назад. Фермеров Алматинской области попросили вернуть в бюджет почти 3 миллиарда тенге. Кто прав? Аграрий или Акимат? Об этом не только сразу после программы «Между строк». Жизнь восьмилетнего казахстанца изменил протез из лего. Ведущие мировые СМИ обратили внимание на эту историю после сюжета на телеканале «Хабар-24». Так большой материал о мальчике из Казахстана опубликовала испанская газета «Вангуардиа». Бросать мяч, поднимать мелкие предметы, играть на планшете. Бекнур уже не бекулы 8 лет. И все это ему впервые удалось сделать благодаря руке из лего, созданной изобретателем Дэвидом Агиларом из Андорры, сообщает газета. Агилар родился синдромом Поланда и недоразвитой правой рукой. Однако это не помешало ему в 9 лет начать собирать из конструктора механические конечности. Для Бекнура будущий биоинженер сконструировал два протеза из лего, которые назвал в честь мальчика. Таким образом, юный казахстанец носит самый маленький функциональный протез в мире, говорится в статье. Протезы Бекнур – это очень простая в сборке конструкция. Но когда протез предназначен для ребенка, есть свои трудности. Например, конструктор лего очень прямолинейен, у него нет сгибов, он может поранить своего владельца. Но с помощью эластичной ленты, которая есть в доме у каждого, мы смогли адаптировать протез, рассказал в интервью 22-летний изобретатель. Молодой человек очень хорошо знает, что значит ощущать себя не таким, как все. Тем, кто переживает похожую ситуацию, он говорит, чувствовать себя по-другому нормально. Это и есть единственный способ быть уникальным. Дэвид Эгилар признается, что помощь Бекнуру – один из лучших моментов в его жизни. Искусственная конечность Бекнур состоит из 30 частей. Всего лишь 30 деталей, расположенных в правильном порядке, смогли изменить жизнь мальчика, который не раз слышал от врачей о безнадежности своего диагноза, подчеркивает журналистка испанской газеты Роза Матас-Лейда. В Европе, Азии и Америке вырастут счета за отопление, информирует Индепендент. В Британии повышение цен не выдержали четыре маленькие энергетические фирмы, а стоимость топлива и не думает снижаться. Семьям с низкими доходами этой зимой понадобится помощь, указывает автор материала. Электроэнергетические компании в Европе и Азии ведут ценовые войны за суда с сжиженным природным газом, еще больше поднимает цены на него. Рост цен наблюдается и в США, которые часть своего газа сжижают, а потом поставляют его в Европу и в Азию. Рост цен отражается и в газовых счетах потребителей со всего мира. Аналитики полагают, что зимой, когда газ расходуется больше всего, цены на него будут еще больше повышаться. Аналитик СНП Айра Джозеф отмечает, в Японии, Пакистане, Бангладеш, Индонезии и на Тайване цены настолько высоки, что на электростанциях наверняка начнут использовать нефтепродукты вместо газа. А в страдающей от засухи Бразилии вырабатывается меньше гидроэлектроэнергии, и страна вынуждена сжигать больше газа. Это еще сильнее повышает мировой спрос и оставляет меньше топлива на рынке. У потребителей в США, Европе и Азии счета за отопление этой зимой будут значительно больше. По данным Национальной ассоциации директоров по оказанию помощи энергопотребителям, в США в зимнее время потребительские цены на газ могут увеличиться на 30%, а средние расходы на отопление домовладений вырастут до 750 долларов, в то время как прошлой зимой они составляли 572 доллара. Ученые изобрели небьющееся стекло, пишет Daily Mail. Стеклоакриловый композитный материал, который предлагает сочетание прочности, жесткости и прозрачности, разработали исследователи из Университета Могила в Монреале. Вдохновением для создания более прочного стекла послужил внутренний слой раковин моллюсков, называемый перламутром. Раковины моллюсков на 95% состоят из мела, который в чистом виде очень хрупкий, но перламутр, который покрывает раковину изнутри, состоит из микроскопических деталей, которые немного похожи на миниатюрные строительные блоки лего, что делает его чрезвычайно прочным, говорится в статье. Несмотря на то, что это стекло, новый материал обладает упругостью, которая больше похожа на пластик и в пять раз более устойчив к трещинам по сравнению со стандартным стеклом. В случае массового производства и вывода на рынок, экраны смартфонов высокого класса, возможно, перестали бы разбиваться при падении, предполагает газета. Загадку однояйцевых близнецов, вероятно, разгадали эксперты из Нидерландов, пишет газета Guardian. Раньше было непонятно, почему зигота, то есть оплодотворенная яйцеклетка, распадается на два эмбриона с одинаковыми генами. Преобладающая теория заключалась в том, что этот биологический процесс является случайным. Но международная группа исследователей во главе с Амстердамским свободным университетом полагает, однояйцевые близнецы имеют одинаковые химические метки на ДНК. По словам ученых, это важное открытие дает надежды на лечение врожденных заболеваний однояйцевых близнецов, например, расщепление позвоночника, говорится в публикации. Вы смотрите утренний выпуск новостей, мы в прямом эфире. В Австрии разгорается скандал с участием главы республики. В кабинетах ближайших советников канцлера Себастьяна Курца прошли обыски. Политика и его соратников подозревают в подкупе средств массовой информации. По данным прокуратуры, пять лет назад бюджетные деньги использовались для финансирования подтасованных опросов общественного мнения, а также публикации газетных статей с положительными откликами, что в результате позволило Курцу занять место федерального канцлера. Глава правительства отверг подозрение в свой адрес и заявил, что останется на своем посту, несмотря на антикоррупционное расследование. Он добавил, что против него нет каких-либо конкретных улик. Очередное вооруженное нападение в американской школе. В результате стрельбы в учебном заведении огнестрельные ранения получили четыре человека. Они доставлены в больницу. Сообщается, что причиной инцидента стала драка учеников. 18-летний зачинщик конфликта открыл огонь и скрылся. Сейчас его разыскивает полиция. По предварительной информации правоохранителей, нападавший является учеником этой школы. Прямую трансляцию с места происшествия ввел один из местных телеканалов. На место происшествия в первые минуты прибыли два полицейских, которые находились поблизости. Они обеспечили безопасность ученикам. По предварительной информации, трое пострадавших – это школьники. Еще один, вероятно, преподаватель. В Аксайе мужчина попытался сжечь букмекерскую контору за отказ сотрудницы отдать ему деньги с кассы. Обозленный посетитель уже обливал здание легковоспламеняющейся жидкостью, когда рядом оказался наряд полиции. Благодаря оперативным действиям патрульных удалось избежать трагических последствий. Хроника происшествий далее. Трое детей госпитализированы в больницу с переломами и черепно-мозговыми травмами после столкновения школьного автобуса с пожарной машиной в Павлодаре. Еще шестеро школьников отправлены на амбулаторное лечение. Напомню, ДТП произошло на пересечении улиц Елагина и Щедрина. Автобус не пропустил спешившую на пожар автоцистерну и от удара врезался в иномарку. По факту аварии проводится проверка назначенной экспертизы. Четыре килограмма наркотиков изъяли в ходе спецоперации североказахстанские полицейские. В поле зрения оперативников 29-летний житель Кокшитау попал несколько месяцев назад. В доме обнаружены сумка и рюкзак с растительным веществом. В автомобиле и в гараже подозреваемого стражи порядка нашли расфасованные наркотики. К слову, за этот год полицейские регионы изъяли свыше 300 килограммов наркотических средств. Устанавливаются соучастники преступной группы, а также канал поставки наркотических средств на территорию областного центра. В отношении основного фигуранта избрана мера пресечения ареста. Напоминаем, что за сбыт наркотических средств предусмотрена уголовная ответственность к лишению свободы сроком до 20 лет. В Алматы в ходе ОПМ автобус за первые два дня полицейские зафиксировали 46 нарушений правил на дорогах. 29 водителей общественного транспорта оштрафованы за неправильный обгон и объезд. Еще 12 за рулем пользовались телефоном. По анализу стражей порядка, основными причинами ДТП с участием автобусов становится выезд на встречную полосу и превышение скоростного режима. В ходе ОПМ в городе ликвидировали 6 несанкционированных стоянок автобусов и такси. 2 миллиарда 800 миллионов тенге, выплаченных фермерам в виде субсидий, требует вернуть управление сельского хозяйства Алматинской области в бюджет государства. 15 аграриев, фигурирующих в списке, в свою очередь заявили, что не согласны с решением Акимата. Мол, все обязательства по инвестиционным проектам они выполнили. Наши корреспонденты выслушали обе стороны. Евгений Камбаров занимается разведением яблоневых садов. Но чтобы хранить продукцию, решил возвести фруктохранилище на 20 тонн. На все работы затратил 1 миллиард тенге инвестиций. 200 миллионов из них попросил у государства. Все планы реализовал, однако не прошло и года, как получил уведомление о возврате этой суммы. Обязательства ПИД государства, как все выполнены, все субсидирования, которые получены, использованы по целевому назначению. Все документы, которые мы подавали на программу Колдау, по фактическим затратам, предоставлены на портал. Все проверки и акты осмотра самого объекта были осуществлены. И было подтверждение, что объект фактически построен и ведет в эксплуатацию. Возврат денег это приведет к снижению рентабельности. На данный момент суммы возвратить как единовременно не сможем. Все нарушения по 15 кейсам инвестпроектов были выявлены прокурорами в ходе проверки законности выдачи субсидий с 2018 по 2020 годы. В итоге по всем ним в областное управление сельского хозяйства было направлено представление. По представлению прокуратуры, по всем названным проектам, в документах не были предоставлены экспертные заключения. Поэтому мы направили предпринимателям соответствующие письма. Здесь не говорится о том, чтобы они вернули эти деньги прямо сейчас. В данный момент вместе с представителями прокуратуры, палатой Атамикен и самими предпринимателями разбираемся в проблеме. По словам руководителя областной палаты предпринимателей, проблема возникла из-за нестыковок в законодательной базе и самом электронном портале «Холдау». Рассматривая весь этот пакет, сам сотрудник управления сельского хозяйства видит, что в наличии есть как экспертные заключения, так и о том, что эта экспертная организация является аккредитованной. Но у него нет допуска, чтобы посмотреть в реестре, состоит эта организация, является ли она аккредитованной или нет. Необходимо все это проработать. Все эти наши заключения и рекомендации направлены в Министерство сельского хозяйства и в НПП Атамикен в основном. Сейчас в регионе работает специальная рабочая группа. Но решится ли проблема в пользу предпринимателей, покажет время. Гульнар Жантасова, Хуануш Тругенбаев, Хабар-24, Алматинская область. Рекордная победная серия Италии оборвана. Команда Роберто Манчини уступила на своем поле в полуфинальной встрече Лиги Наций. Новости спорта сразу после рекламы. Скоро вернемся. Новости спорта. Мы вновь в эфире. Игроку бразильского спортклуба Сам Пауло предъявлено обвинение в попытке убийства после того, как он в гневе напал на судью во время матча. На 15-й минуте второго тайма рефери назначил против Уильяму Риберу Фол, после чего тот повалил его на землю и нанес удар ногой по голове, в результате чего судья потерял сознание. На поле сразу появились полиция и медики. Пострадавшего доставили в больницу. Позже он пришел в себя и был отпущен домой. Однако прокуроры решили все равно предъявить футболисту обвинение, поскольку, по их мнению, риск летального исхода был весьма велик. Спортсмены-экстремалы Чингиз Байкашев и Нияж Жанзаков завершили 24-часовой челлендж. За сутки алматинцы 82 раза поднялись и спустились по лестнице здоровья на плотине Медео. И если в начале своего пути 842 ступеньки вверх и вниз покоряли за 15 минут, то последние круги дались чуть сложнее. Однако скорость в этом испытании не главная. Спортсмены хотели проверить себя на выносливость и совершить максимальное количество восхождений. Кстати, их не испугал ни снег, ни мороз. Экстремалы продолжали штурмовать ступени даже в ночное время. А каждые 4 часа у них были технические остановки, в том числе для приема пищи. Попасть в Книгу рекордов Гиннесса такую задачу перед собой они поставили. Их посыл в другом. Люди должны вести здоровый образ жизни и заниматься спортом, говорит один из участников челленджа. Мы в том году тоже сделали практически такое же, но мы спуски делали на канатной дороге. Вот как бы тестовый такой забег был. И в этом году решили сделать именно все ногами, спуски все. У нас цели как бы гонки, ездить гонки международные. В Чили вакцину против коронавируса планируют производить из редкого растения квиллайи. Ранее специалисты уже использовали вечно зеленое дерево при создании препарата для борьбы с лишаем и малярией. Из квиллайи получают молекулы сапонина. Это химическое вещество способствует укреплению иммунной системы. В местной компании собираются произвести почти 4,5 миллиардов доз вакцины против COVID-19 уже в 2022 году. В первую очередь их экспортируют в страны с низким и средним уровнем дохода. Правда, экспертов беспокоит запасы растений. Оно редкое и к тому же для создания лекарства нужны деревья, которым как минимум 10 лет. Живые дамбы помогают сохранить биоразнообразие в Австралии. На них установились специальные панели, напечатанные на 3D-принтере. Конструкции имитируют естественную береговую линию, скалистую местность и заросли мангрового дерева. Специалисты отмечают, что из-за изменения климата повысился уровень воды и ее температура. Это, в свою очередь, негативно повлияло на живность в городской гавани. По наблюдениям ученых, на тех участках, где установили живые дамбы, морских обитателей стало на 30% больше. Отмечу, конструкции могут прослужить около 20 лет. Использование нелицензионной музыки в популярной компьютерной игре стало причиной судебного иска на 200 миллионов долларов. Все о новых технологиях программы «ХайТек». Дрон «ХайТек» В течение следующих нескольких минут мы расскажем, как будет меняться наш мир благодаря технологиям. Сегодня боимся воровства и спасаем. Дрон «Амфибия» В России разработали беспилотник, способный взлетать с водной поверхности. Он уже проходит испытания. SeaDrone MG — это всепогодный и устойчивый к морозам аппарат для поисково-спасательных операций. Российские разработчики провели тестирование дрона в пустыне и в Карском море у арктического побережья России. Беспилотник способен взлетать и приземляться на поверхность воды. Он может работать при температурах от минус 30 до плюс 55 градусов Цельсия. Во время учений по спасению человека, упавшего за борт, SeaDrone в условиях соляного тумана, сильного ветра и отрицательных температур в автоматическом режиме успешно обнаружил пострадавшего, сообщил о его местонахождении и вернулся на борт спасательного судна. Бескурьерная доставка. Китайский гигант электронной коммерции JD.com заявляет, что их новый сервис в скором времени будет развернут по всей стране. В Китае это что-то вроде тренда среди электронных торговых площадок. Конкуренты JD.com, в том числе Alibaba и Mate One, также намерены доверить развозку покупок большему количеству роботов. И тренд этот вряд ли ослабнет. Пандемия COVID-19 поддерживает спрос на бесконтактные услуги. Ожидается, что к 2022 году в Китае будет работать более 2200 роботов-курьеров. Этому, кстати, способствует и снижение затрат на производство роботов. Пандемия значительно ускорила внедрение таких транспортных средств. В КНР миллионы курьеров по-прежнему доставляют товары или готовые блюда всего за 3 юаня. Это около 200 тенге. Компании в сфере электронной коммерции изучают возможность использования вместо курьеров людей дронов или колесных роботов-доставщиков. Это происходит на фоне роста затрат на рабочую силу и совершенствования технологий. На бизнесменов давят также и регулирующие органы. Они стараются снизить давление на курьеров, которым часто приходится работать в тяжелых условиях или выполнять доставку в крайне сжатые сроки. JD.com планировал запуск робокурьеров в июне 20-го в Пекине, но начал использовать их раньше в Ухане в феврале, как раз когда китайский город был блокирован из-за COVID-19. Сейчас компания использует чуть более 200 автономных транспортных средств в нескольких городах Китая, включая Чаншу, Суджоу и Пекин, и планирует к концу 2021 года увеличить их количество до 1000. Цель – заменить 200 тысяч сотрудников службы доставки такими робокурьерами. Механические курьеры движутся с небольшой скоростью, соблюдают правила дорожного движения и останавливаются, когда что-то к ним приближается. Правда, они медленнее, чем их коллеги-люди и не умеют подниматься по лестницам, зато более выгодны с точки зрения затрат на эту часть работы. Производство робокурьера обходится в 250 тысяч юаней – это около 17 миллионов тенге, но цена на эту технику постоянно снижается. Национальная ассоциация музыкальных издателей NMPA не позволит молодёжи слушать Ариану Гранде, Эда Ширена и Imagine Dragons незаконно. Судебный спор с иском в 200 миллионов долларов наконец спустя три месяца завершился. Ранее защищающая права музыкантов организация подала иск в отношении студии Roblox, которая создала популярную одноимённую игру. Ассоциация обвиняла Roblox в том, что она поощряет игроков использовать музыку популярных исполнителей без оплаты лицензионных сборов. В иске NMPA указывалось, что Roblox стала платформой для обмена нелицензионной музыкой умышленно. Разработчики платформы призывали игроков загружать и делиться популярной музыкой, таким образом повышая интерес молодой аудитории. К слову, Roblox наняла более тысячи модераторов для проверки загружаемых файлов и убрала поиск по определённым именам исполнителей. Но NMPA всё равно утверждала, что разработчики умышленно оставили лазейки для поиска, благодаря которым песни можно находить по названию или его части. И вот на днях стороны уладили спор. Roblox и NMPA объявили о мировом соглашении, которое предусматривает возможность участия членов ассоциаций в переговорах о своих собственных лицензионных сделках с игровой платформой. Финансовые условия урегулирования сторонами не разглашаются. Создавайте новое и пишите на нашу почту. Рассказывайте о своих проектах. Мы покажем их в эфире. На сегодня всё. Смотрите хай-тек. До встречи. Мы продолжаем. Казахстанские историки ознакомились с документами государственных архивов Украины. Ценные документы могут пролить свет на многие тайны нашей истории. И так уже идентифицированы имена казахстанцев, которых депортировали в Украину в прошлом столетии. О чём ещё узнали учёные, расскажем в следующем материале. Публиковать исторические документы, которые ранее были под грифом «совершенно секретно», Украина начала в 2015 году. Благодаря этому казахстанские учёные смогли прикоснуться к материалам, повествующим о депортации народов, голоде, политических репрессиях и других событиях прошлого столетия. Специалисты входят в состав государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий. На территорию Украины в 30-х годах были сосланы баи, так называемые баи. Их было в пределах около двух тысяч человек. Среди них, допустим, первые две фамилии, которые я могу назвать чётко, это, допустим, Байбуллин. Один из студентов, который приезжал в Киев и учился в химико-технологическом университете имени Микояна. Он в 37-м году был репрессирован по национальной операции как сын Кулака. И, допустим, Ташмухамедов, он как раз-то был выселен сюда, на Украину. И в 37-м году некоторые из этих баев наших были репрессированы по Кулакской операции. А вот Ташмухамедова обвинили в коллаборации с немцами и осудили на 10 лет. То есть по украинским законам он реабилитирован, а вне реабилитации оказался на территории Казахстана. Мы разделились на три группы. Первая работала в архивах Киева. Это центральные и государственные архивы Украины, архивы национальной безопасности. Многие архивные документы, не входящие ранее в научный оборот. Благодаря этой работе мы идентифицировали тысячи казахстанцев. По словам ученых, документы из архивов Украины могут пролить свет на многие моменты отечественной истории. В частности, открыт доступ к ранее совершенно секретным документам. Ученым дали возможность работать в архиве государственной безопасности Украины. Там есть все указы, инструкции, протоколы, распоряжения НКВД и КГБ в период с 1937 по 1991 год. И все они введены в научный оборот. Фонды открыты, есть возможность работать с ними, а также с различными архивными исследованиями. Члены Госкомиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий также посетили украинский город Каменское и прочитали там лекцию местным студентам. Кроме того, делегация побывала на крупнейшем металлургическом комбинате региона. Там в свое время стажировался Ельбасы Нурсултан Назарбаев. Вероника Боярова, Аида Кадырбай, Хабар 24, Украина. К этой минуте все. Спасибо, что были с нами. До встречи. Вам хорошего дня. Обязательно увидимся. До встречи.